Войска США находятся в Европе не для того, чтобы вступать в боевые действия с вооруженными силами РФ, Байден заявил, но он заявил также, что Путин мясник, а теперь пишут по этому поводу газеты «Таймс», что высказывания президента Байдена о российском лидере могут быть самой крупной оплошностью за всю полувековую политическую карьеру действующего главы. Какая глупость вообще, какая глупость. То есть он вот эту жабу назвал жабой, да, и мясника назвал мясником, оказывается, нельзя. Это оплошность. Байден заявил, что Путин не должен оставаться у власти, а значит Бюлинкин тут же, в этот же день, сказал, что Соединенные Штаты не имеют какой-либо стратегии, направленной на смену власти в России и так далее. Представители Белого дома заявили, Байден не призвал к смене режима в России. И Байдена остановили, он вышел, да, его спросили журналисты на улице, а вы вот имели в виду, значит, смену режима в России, когда говорили, что Путин не должен оставаться у власти. Он ответил, нет. Что он имел в виду тогда? Конечно, он имел в виду это, но ему набили в уши там все его помощники. То есть, мне кажется, он более разумен, Байден говорит, у него когнитивные функции там что-то, дать, ослабли. Мне кажется, он более разумен, когда вот эти вещи говорят, чем когда ему всякие помощники с сад в уши, блядь. Ну, Байден заявил, что российские олигархи являются архитекторами этой войны, и мы забрали у них все. Ну, во-первых, не забрали все, да, к сожалению, да, а только арестовали, а во-вторых, многим уже все вернули. И вот Песков заявил, что Байден, так, Байден гордится тем, что у честных бизнесменов, честных, блядь, это честные, вот эти Авины, Абрамовичи, всякие херота, отняли частную собственность, да, то есть награблены, у них арестовали, блядь, у честных бизнесменов, это абсолютно честные, законные предприниматели, их ограбили, их ограбили так же, как на Диком Западе с помощью Смита Инвессона грабили путешественников, а они ограбили Россию без всякого Смита Инвессона. Если бы, блядь, со Смит Инвессоном, хер бы они Песков ограбили, вот еще меня больше всего бесит, то, что они ограбили, и нельзя было этому противостоять. То есть за ними были законы, полицаи, вся эта мразь была, понимаете? Если бы это был вот такой разговор, блядь, как на Диком Западе, блядь, куда бы побежали все эти Авины, Абрамовичи и прочие, блядь, пострелялись бы они с нами, блядь. Вы сказали, что Джо Байден о Владимире Путине были сделаны на эмоциях, вот видите, продолжает советник Госдепартамента. На улице его спросили, да, он ответил, нет, не имел в виду, что это не призыв. Спросили, это был призыв к смене режима в России, нет, то есть он не призывает. Евросоюз не стремится к смене власти в России, это дело российского народа. А хуй есть, какого российского народа, который под автоматами, да, а что же они тогда по Украину говорят, там тоже, видите, блядь, как эти, с автоматами приехали, зачем же они туда оружие подавали? Если они так это воспринимают, как выбор, да, российский народ такой же выбор сделал, как и украинский народ, да, его никто не спрашивал. Как Путин на Украину напал, так он и на Россию напал. Я понимаю, что они признали режим Путина. Совершенно немыслимые выборы, но они же признали. Это же не Северная Корея признала режим Путина. Это Евросоюз, Соединенные Штаты признали Путина. И сейчас они не говорят о войне, они говорят о какой-то, блядь, спецоперации, так же, как Путин. Они еще охерели, что ли, совсем. Они крали с Путиным деньги, грабили Россию вместе с Путиным, с этими сраными олигархами. Теперь они ошкурили этих олигархов. Все совершенно понятно. То есть здесь нет ничего такого, блядь, что какой-то слабоумный, даже не понял. Я уж не говорю о человеке с академическим образованием. Но они придуриваются и пытаются показать это с какого-то другого пола. Это иллюзионисты, самые натуральные. Но это иллюзии для слабоумных. То есть люди, у которых есть хоть чуть-чуть масла, они понимают, что это керня. Понятно? Это вот такой. Вот я сейчас все по увиду. Это вот такой фокус. Вот это то же самое, блядь, понимаете? Вот он, вот такой фокус. Блядь, вот я оторвал собственные пальцы. Вот, блядь. Я помню, в 10-м шерклассе иду так. И наш дочь лохматый такой маленький бежит. Я его останавливаю и показываю. Смотри. Оп. Дядя, не надо. Я говорю, все нормально. Видишь, пальцы на месте. Какого первоклассника напугал. Я хотел просто его так, чтобы смешно было фокус показать. А он испугался. Вот так и эти ребята. Они как с первоклассниками с нами пытаются разбираться. По вашему мнению, почему так называемый коллективный западник прикрыт, спасает Путина всеми путями? Они помогают Украине его добить, что нужно, чтобы Запад помог добить Путина. Спасибо. Я, честно говоря, даже не знаю, что нужно. Путиным нужен как воздух. Во-первых, какая-то мистическая составляющая вокруг этого есть. Может, они тоже верят, что это повелитель ужаса. Там король ужаса. Я не удивлюсь, если там они с своими масонскими делами заигрались до такой степени. Они с ним бабки делили. Сейчас он помогает замечательно зачищать славян. Славяне сейчас уничтожают друг друга в огромных количествах. Что еще можно пожелать этим ребятам, тем, которые всегда, мягко говоря, не очень хорошо относились к нам, ко всем. И подозревали, что мы можем их нахладочить. А так и могло случиться. Но сейчас другие враги. Сейчас Китай поднял голову. Поэтому, что там придумал коллективный запад, я не знаю. Но точно не защитить Украину и точно не снять Путина. И я это говорил, утверждал, утверждаю. И меня все ругали. И говорили, что я ничего не понимаю. А сейчас даже самые ругающие пришли к выводу. Ну да, вот были отдельные блогеры, которые говорили. Вот они правы оказались, эти блогеры. Так я не блогер, я политик. Какой я нахер блогер? Субтитры сделал DimaTorzok